И к другим темам. В эти минуты, во второй день своего пребывания в Дагестане, полпредпрезидента России в СКФО находится с рабочим визитом в Дербенте. Сергей Меликов проверит подготовку города к предстоящему юбилею. Об этом подробнее мы расскажем в наших следующих выпусках. А накануне полпредпровел совещание в правительстве республики. Обсудили обращения граждан и то, как на них реагируют местные чиновники. Рассказывает Хадижат Назгарова. Лидерство республики по количеству обращений граждан в администрацию президента страны ставит под сомнение эффективность некоторых чиновников. За полгода поступило более 500 заявлений. Как правило, это жалобы на работу аппаратов муниципальных образований. Ведь дело-то не в самих заявлениях и не в самих обращениях. Это как раз показатель эффективной работы министерств, ведомств, глав городов и муниципальных образований. А следовательно, уважаемые коллеги, нужно принимать меры, в том числе и в правоохранных структурах. Отучать нужно служащих от наплевательского отношения к обращениям граждан. 32% заявлений связаны с вопросами ЖКХ. Так, в Дербенте на первом месте проблема с водоснабжением. Только накануне запустили новый водовод, что частично удовлетворит потребность города. Сложная ситуация уже в Махачкале со строительством многоэтажных домов, которые попадают под программу переселения граждан из ветхого жилья. Некоторые из них возводятся во дворе других домов, что вызывает вполне объяснимое возмущение соседей. В частности, еще в марте я поднимал вопрос о незаконном строительстве по улице Акаева и проспекту Гамидова. Стройки начаты без разрешительной документации. Мы сегодня говорили, и еще раз я хочу вам за понимание сказать спасибо, Рамазан Гаджимурадович. Стройки начаты без разрешительной документации, с грубыми нарушениями градостроительного законодательства. Узаконены эти стройки через решение судебных органов. Очевидно, что муниципальное образование не доработало, не провело необходимую беседу с жителями без лежащих домов, не провело в свою очередь определенную работу с переселяемыми людьми, которые отказались переселяться в район 1-й Махачкалы, находясь в Ленинском районе города Махачкалы. Руководство республики поставило довольно высокую планку качества предоставляемых услуг гражданам, но не все справляются с возложенными на них обязанностями, говорит уже глава региона. Мы поставили, чтобы оказывать им услуги. Вот как у нас было? МФЦ построили, деньги выделил федеральный бюджет. Я когда пришел, 7% населения обслуживается МФЦ. Тогда зачем было тратить деньги? Жестко начали работать, сейчас мы довели до 43%. И надо, чтобы большинство людей обслуживались через МФЦ, без контакта с чиновниками. Активная и планомерная работа будут добиваться и от представителей федеральных структур, которые не всегда адекватно реагируют на сложившиеся обстоятельства. Недоволен дагестанцей и качеством услуг здравоохранения и социальной сферы. 14% заявителей не устраивает работа правоохранительных структур. Диалог с населением не терпит формальностей, резюмирует полпред. Жесточайший спрос за эффективность этой работы с глав муниципальных образований, независимо от того, Махачкала это или это Тлеротинский район. Они должны за эту работу нести персональную и достаточно жесткую ответственность, вплоть до освобождения от должностей. От чиновников также потребуют более мобильных действий с выездом на места. Хаджат Мазгарова, Руслан Салихов, Заур Магомедов. Время новостей.